Здравствуйте! Добро пожаловать, ребята, на мое новое видео, и сегодня мы посмотрим зомби Чеза. Его мы не смотрели очень давно, и его новое видео называется «10 неизвестных существ, снятых на камеру». Как всегда, ребята, не забывайте ставить лайки за такое атмосферное страшное видео на ночь. Поехали, смотрите. Город Питчер, штат Оклахома, считается одним из самых жутких городов-призраков во всем США. Место, полное страшных заброшенных мест, которые вы бы никогда не захотели исследовать в одиночку. Кое-что странное и загадочное произошло с автором видео, когда тот находился ночью в этом городе. Почему качество опять полное говно? К своему ужасу парень встречает гуманоидное существо. Вау! Чего? Подожди, это какой-то просто лысый чувак, нет? Вау! Что? Что? Он был похож на этого... ...с очень странными и ужасающими чертами лица и заостренными ушами. Когда существо поворачивает свою голову в сторону оператора, можно четко видеть, что на маску это не похоже. Нет, это не маска, это просто лысый чел. Похоже, существо обладает прекрасным слухом и поворачивается при легком выдохе оператора. Он прям услышал, знай. Вау! Он так повернулся? Офигеть! Эти кадры сняты и опубликованы на ютуб парнем по имени Фил. Он демонстрирует в одиночку исследование театра, по слухам в котором обитают призраки. Мы видим, как Фил присел на кресло и находится в полностью темном зале. Сзади Фила никого и ничего нет. А, он типа там расставил камеру и сидит в зале, ждет призрака, пока тот придет к нему. Убой, что сейчас с ним произойдет. Смотрите за его спиной справа. Фил смотрит прямо в камеру и вздрагивает, как будто... Вау! Что? В диком ужасе Фил убегает с этого места. Вскоре автор переходит в другой зал для исследования. Прямо перед ним сама по себе открывается дверь. И мы видим на доле секунды вот это существо. Подожди, стой, стой. Это получается Дима Масленников на максималках. Это то, как должны быть сделаны ролики у Димы Масленникова. Офигеть! Вау, 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 вау. Вполне возможно, что это самая обычная жуткая игрушка. Фигура. Но испугать внезапно любого это вполне способно. Ты представляешь, ты идешь так по заброшке, случайно подул ветер, открылась дверь, а там жуткая игрушка повешенной. Что ты будешь думать? В этом видео, загруженном на YouTube, пользователем по имени Джек запечатлено странное, неизвестное науке существо. Что-то в воде, что ли? Не похоже на все, что вы видели раньше. Нет даже похожих водных обитателей, которые могли быть... Аааа! Вау, 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 вау! Вау, вау! Это лохнесское чудовище! Что? Видео начинается с того, что автор снимает обычный пейзаж из берега. На заднем плане слышно, что там несколько человек. Неожиданно из темноты, из воды появляется причудливое существо. Судя по тому, что видно, оно длиннее средней рыбы, но меньше большинства морских млекопитающих. Подожди, это может быть просто какой-то пранк-розыгрыш? Помимо длинной рептильной морды и торчащих на ней усов, большая часть того, что можно увидеть в этом существе, его длинный позвоночник. Чем-то даже напоминает лохнесского монстра. Удивительно, что этот ролик сделан на достаточно, ну, неплохом кассе. То есть мы можем распутать усики, глаза, туловище, и даже какой-то там дальний город. Помимо этих нескольких отличительных черт, общая форма существа неизвестна. Что думаете об этом существе? Вау, если это... Блин, если это дефейк, то представьте, что это такое. В многих страшных видеороликах, снятых городскими исследователями, они сталкиваются с ужасающими существами. Городские легенды, поехали. Городские существа, которые ползают в канализацию. Являются ли эти существа паранормальными или просто необычными существами, которых учёным ещё предстоит классифицировать. В этом видео, опубликованное в интернете, парнем по имени Ромео, группа подростков-любителей полазить по заброшкам сталкиваются с чем-то, что заставляет их бежать, спасая свою жизнь. Вау, это что? Это что такое? Так это девка. Может быть... Ну типа я уже много раз говорил о том, что там в таких местах очень много бездомных. Очень много бездомных, и они... Они страшные, конечно же, они очень страшные. Они неопрятные, они все грязные. Типа, это может быть просто девочка бездомная. На самом деле, это очень грустное видео. ...ледует в тёмное заброшенное здание. Но это стра... Вот это крипово. Это крипово. Камера ночного видения фиксирует странное существо, спрятавшееся в тёмном углу. Оно появляется только на мгновение, из-за чего трудно различить какие-либо чёткие черты. Однако оно выглядит гуманоидом, хотя... Каким гуманоидом? Это просто девочка какая-то. ...очень бледным и крайне истощённым. У него тёмные пустые волосы, которые покрывают большую часть его морщинистого бледного лица. Ребят, если вы здесь видите гуманоида, то напишите об этом, потому что я здесь этого не вижу. Как только ребята замечают существо, они с криком бросаются к выходу. По словам ребят, они верят, что существо, с которым они столкнулись, скорее всего, является монангал, вампироподобное животное из Филиппин. Монангал? Надо почитать. Эти существа, как правило, злобные, часто питаются кровью. Их обычно описывают, как отвратительных, чудовищных существ с удлинёнными языками. Я загуглю после этого монангал. Блин, интересно написано. Чудо... Отвратительное, мерзкое чудовище. Я хочу это посмотреть. ...которых они высасывают кровь из своих жертв. Звучит бредово, но, тем не менее, загадочное видео у нас... А, там типа крылья у неё были. Крылья. ...перед глазами. Эй... Я бы не хотел уснуть после... ...загадочное морское существо неизвестно науке и вызвало шквал удивления у учёных. Подожди, это не графика? Это странный объект был задокументирован на глубине примерно 2000 метров у берегов Южной Африки. И то, что было заснято, ставит океанолога в тупик. Кажется, что глубоководное существо смотрит прямо в камеру. Что это такое? И с любопытством изучает её, не двигаясь. Под его гривой скрывается в центре его тела рот, покрытый усиками, похожими на зубы. Оно мне-то напоминает что-то непристойное на самом деле, что-то немножко пошлое, но... Возможно, существо парализовано из-за светящего света, так как... Жесть! Вот, ребята, вот что значит у нас океан изучен просто максимально мало. Вот такие хрени водятся в океане. Просто взгляните на это. Это малая часть того, что водится. ...то, что мы не знаем. Что бы это ни было, оно яркого цвета и, скорее всего, опасно для человека. Точно сложно... По-любому, оно опасно. Я смотрю, и я считаю, что оно опасно для человека. ...с морского беспилотника, морской обитатель вполне может быть большим. Жесть! Это видео было недавно загружено на ютуб неким парнем по имени Александр. Кадры показывают то, что можно назвать самой большой змеей в мире, когда-либо пойманной. Сообщается, что огромная реклама была на дне на кучни после взрыва в пещере, недалеко от строительной площадки в Бразилии. Гигантская змея, по словам, имела длину 14 метров. Ооо, чуваки! Нет! Нет! Ты посмотри! Ты посмотри на нее! Жесть! Вот это может быть правда! Это может быть не фейк! На видео видно, как рабочие используют механизмы, чтобы понять гигантское существо в воздух. Затем существо видно приносимое в форме, когда камера перемещается по всей длине его огромного тела. Нет! Чуваки, для меня это видео слишком противное. Вот прям супер противное! ...что змея слишком велика, чтобы быть реальной. Однако она реальна. Некоторые полагают, что это существо титанобоа. А, титанобоа! То есть, нет, был такой фильм «Анаконда», по-моему, да? Там была огромная канда. А титанобоа рядом существовала. Может, это потомок титанобоа. ...змей, обитавших в Южной Африке... Там еще огромный крокодил рядом стоит. Да, она такая! ...которые долгое время считались вымершими. Если змея действительно настоящая, то это может помочь объяснить многочисленные сообщения об огромных змееподобных зверях в этом районе. В течение многих лет местные жители утверждали, что они увидели больших динозавров в реке... Зачем он морду показывает? Блин, это очень... Я не могу это смотреть. Офигеть! Я не могу смотреть на это видео! Я не могу на него смотреть! Нет, я не буду смотреть. Появление большого неизвестного существа. Вероятно, одно из самых страшных вещей, запечатленных в лесу. Камера медленно фокусируется на фигуре... это йети? Это похоже на какую-то обезьяну. ...отвратительными гуманоидными чертами лица на огромной голове, склонившейся над плечами. Оно легко преодолевает высокий балкон, когда выпрямляется... Подожди, это глаза? Вот это глаза или что? ...и смотрит на оператора с камерой. Не похоже... Либо это очень дорогой и сложный грим, а видео в плохом качестве дает более зловещий вид существу. Пользователи, загрузившие этот ролик, утверждают, что видео реально... Не, видео настолько плохое качество, что вообще непонятно, что это такое. Возможно, это и есть маска, но это очень странная маска, типа похититель выбирался... Ну, типа грабитель там и... выбирал себе эту маску, чтобы испугать владельцев. ...пыло заснято в Мичигане. Гуманоидное существо, говорят много лет бродит по лесу. Оно похоже вообще на летучую мышь на самом деле. В теле человека. Офигеть. Вот, ребята, знаете, какие же твари существуют на земле. Это тревожное видео было загружено на канал Джеймса Барнаби на YouTube в октябре 2015 года и спустя 6 лет стало вирусным. Предположительно, это кадры, снятые камерой видеонаблюдения в баре где-то в Сингапуре. Видео начинается с того, как посетители общаются и заказывают напитки. Двое мужчин сидят в баре, бармен моет пол. Подожди, но оно... Это кресло... Это стул начался просто сам по себе двигаться и потом упал? Начинает трястись. Он дергается взад и вперед, прежде чем наконец упасть. Испуганные люди быстро поворачиваются, не понимая, что произошло. И когда они подходят ближе, можно увидеть странную белую фигуру, движущуюся позади него. Да, вон сзади, сзади. Это просто какое-то силуэт ребенка. Кажется, что никто из мужчин этого не замечает, поскольку оно быстро скрывается. Что такое было? Если замедлить видео, мы видим, что фигура на самом деле выглядит гуманоидной. Просто, ребята, гуманоидный выпуск, я отвечаю. Одни гуманоиды в каждом видосе. Средители предположили, что оно похоже на маленького ребенка, однако скорость, с которой оно движется, делает это маловероятным. Другие считают, что это может быть призрак или даже какой-то гоблин или эльф. Как думаете, что это за загадочное существо? Пишите. Они даже не замечают этого. Возможно, это просто пакет. Возможно, это просто пакет, и так получилось, что ветер его пронес. Таким образом, как будто нам кажется, что это тело какого-то гуманоида или маленького человека. И в комментариях под видео. Офигеть. Не, ну, ребятка, это, конечно... Автор видео по имени Раджар разбил лагерь в диких лесах Харада в Индии и никак не ожидал, что обычное видеообращение к своему другу так закончится. Я просто вижу его лицо и уже понимаю, что будет что-то точно не что-то ладное. Есть ли у вас какие-то объяснения этой странной видеозаписи? Мужчина чем-то сильно напуган, возможно, тем, что он находится глубоко в лесу и из-за деревьев исходит непонятный скрежет. Это, возможно, какие-то животные просто. Дикие животные его окружили и, типа, он боится. По странному звуку можно услышать, как что-то приближается к нему и все ближе и ближе. А Раджар начинает убегать. Это животные! Это, по-любому, какие-то дикие животные! У-у-у! У-у-у! Подожди, стоп! Это... Что это было такое? Подожди, стоп-стоп! ...посылось его лучшее решение в жизни. И если посмотреть видео в замедленной съемке, можно понять, как повезло Раджару, что он не столкнулся с этим существом, которое преследовало... Что это такое? Это какой-то маньяк его. Он просто бежит за ним. в темноте. Вау! Подожди, так это... Это какой... Это зомбак как будто какой-то. Но существо, исходя из размера и формы тела, похоже на человека, но со странным истощённым телом и серой кожей. Как будто зомби. Да, зомби. Я так же сказал, как будто это зомби какой-то. Блин, что за видео, ребята? Балдёжный выпуск. Просто балдёжный выпуск от зомби Чеза. Давно такого не было. не каждый кто сталкивается со странными существами тот кто заядла пытается найти их как показывает это видео загружено на youtube кажется обычный кемпинг в лесу быстро превращается отдыхают пивосик вид ужасающие на мгновение ока когда эти отдыхающие замечают что-то довольно пугающее что это был за звук живот обезьян к Когда ребята разговаривают, можно услышать пронзительный шум, который, кажется, доносится поблизости. Это похоже на обезьяну. Не зная, что издаёт этот звук, группа продолжает отдыхать, не обращая внимания. Внезапно, один из ребят замечает загадочное существо на крыше своего кемпинга. Чё это такое? Обезьяна, что ли? Остальные быстро... Ну, когда обезьян? ...чтобы обратить на это внимание. Они в страхе спешно покидают место. О, это на коалу похоже. Это на коалу было похоже. Алло. Так это коала. Или ленивец. Это коала, это маленькая коала, это очень милое видео. ...что существо было похоже на опоссума, но зелёное. Некоторые зрители даже предположили, что это мог быть гоблин или тролль. К сожалению, без дополнительной информации... Нет, гоблин и тролль не так выглядят. Но они другие немного. ...можем только догадываться о том, что группа на самом деле видела на крыше своего кемпинга. Ну, это, блин, просто качество плохое. Жееей. Ну, ребят, это был офигенный выпуск. Это было 10 неизвестных существ. На самом деле известных. Мы знаем с вами коалу и зомби. Снятых на камеру. Не забывайте подписываться на мой канал. Новые видео каждый день в 3 часа дня. Я с вами не прощаюсь. Меня зовут Рома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова